Дорогие львы, это чтение для вас от Александра и собачек. Мы разложили ваши карты в этот раз в двух видах. Кельтский крест и те же самые карты в традиционном квадрате 9, карт 3х3. В маленьком окошке здесь я хотела бы показать вам, как я окуриваю карты для того, чтобы очистить энергии вокруг них. И сделать наше чтение наиболее чистым, понятным, проницательным, полезным и независимым от всех предыдущих чтений, которые я делала на этой колоде. Я обращаюсь к силам огня. В свободном переводе этот отрывок является самой первой мантрой из ригведы, самого старейшего документа в ведической литературе. Самые первые строки начинаются с огня, и звучат они огнемелые по рахетам. В свободном переводе от меня звучит так. Огонь животворящий, принеси вдохновение и истину в своем экстазе. Зажги пожар в нашей душе. Помоги разбудить творческие силы, спящие в нашем сознании, необъятные и неиссякаемые, как сама Вселенная. И мы начнем. Честно говоря, меня эти карты, расклад, немножко напугали своей значимостью и в хорошем смысле, и размерами, размахами. В центре событий лежит туз Пентаклий. В старые времена, чтобы не спугнуть удачу, люди закрывали карты. И считалось, что вам никакой помощи уже не нужно от карт. Вам не нужно знать будущее. Так что, кто придерживается этого мнения, спасибо за просмотр. До новых встреч в следующем месяце. Я очень рада за вас. Ну а для тех дорогих львов, кто решился остаться со мной и испытать судьбу, кто верит, что их судьба в их собственных руках, и они не имеют никаких суперстишен, предубеждений, страшных. Мы начнем чтение карт, которые нам предложила эта колода Таро. Дорогие львы, я решила взглянуть на Кельтский крест сначала, потому что здесь все четко так видно. Конечно, безусловно, вам дается в очередной раз шанс. После какого-то застоя, долгих размышлений и раздумий, как вам казалось, может быть, даже потеря времени, что на самом деле подвешенный и повешенный никогда не показывает. Это время не потерянное. Это время, проведенное для духовного развития, для духовного роста. Вообще для своего интеллектуального, может быть, роста. Или физического. Для любого роста. Потому что это как плод, который растет у вот этой императрицы в утробе. Это готовится ребенок родиться. То есть вы прошли этот период уже. Вы уже созрели, полностью созрели, да? Это только вам решать, к чему вы созрели и насколько вы готовы. Потому что вся окружающая среда к вам очень благоприятна. Очень, очень благоприятна. Столько много старших арканов. Ни одной негативной карты не вижу. Вы работали как в команде. То есть вы работали хорошо с другими людьми. И вы получаете результаты своего труда. И даже, может быть, какой-то помощь от родных и близких. Потому что Десятка Пентаклей говорит о хорошей, солидной такой помощи, которой, может быть, вы долго ждали. Опять-таки подвешенный, да? Ждали. Этот шанс даст вам переродиться опять. Даст вам новые возможности. Откроет вам новые взгляды на жизнь. Возможно, ваше мировоззрение как-то изменится. Что-то вас подтолкнет на то, чтобы... Ну, наверное, вы работали над этим до этого долга. Что вы взглянете на мир другими глазами. Здесь вы видите себя как мудрый, мудрая императрица и мудрая, мудрая верховная жрица. Верховная жрица – это, может быть, человек, который не по годам умён. Человек, который может дотянуться вглубь своего сознания, чтобы найти правду, которую он ищет. Ему хочется, ему нужна правда. Ему это будет легко сделать в марте. Потому что императрица, она представляет лёгкость, счастье, удачу, удобство. Ну, всё, что комфорт. То есть это очень легко будет. И к тому же вы будете чувствовать себя, как вы... Девятка чаш, да? Вы будете чувствовать себя как очень удовлетворённо. Вы будете на коне. Рыцарь Пентакли – это вы. Возможно, вы медленно двигаетесь, но очень, очень уверенно. Потому что вы любите строить, похоже, очень хорошие базы какие-то для себя. Очень подготавливать до того, как сделать какие-то серьёзные шаги, подготавливать почву. Очень долго, очень терпеливо. Похоже на это, потому что рыцарь Пентакли говорит об этом. Иногда вы, может быть, не совсем знаете, как вам двигаться и куда. Поэтому потихонечку вы двигаетесь, продвигаетесь и смотрите на обстоятельства. Он никуда не несёт со сломя голову, этот рыцарь Пентакли. Тройка Пентакли говорит о том, что вы должны себя, знаете, выставлять на показ, показывать другим людям, что вы можете, какие у вас есть таланты или какие у вас есть навыки. Или, возможно, если вы ищете работу, какие у вас есть уже наработки. То есть вы должны себя показывать с самой лучшей стороны. И это принесёт вам новые контакты, новые контракты, если вам это нужно. Для кого-то однозначно, ну просто однозначно здесь может быть рождение или зачатие ребёнка. Я всегда вижу императрицу с подвешенным, ещё с высшим судом, да ещё с тузами, которые вас окружают. Кстати, второй туз у вас здесь есть, как исход событий или совет. Это туз Жезлов. Вот он у меня там лежит на императрице, написано Ace of Wands. То есть исход этого месяца будет абсолютно благотворный, абсолютно удачный. Всё в ваших руках. Следуйте своей интуиции. Она вас приведёт в правильном направлении. Используйте свои ресурсы, которые вокруг вас. Это ваши близкие, ваши родственники. Они вам в помощь даны. Например, если вы искали долгое время работу, вот вам подвешенной, или у вас что-то было, как какой-то застой в вашей окружающей среде. Вот это всё заканчивается. Используйте свой шанс. Показывайте себя. Ищите, находите. У вас получится. Императрица в окружающей среде говорит, что очень плодотворное время. Не теряйте его понапрасну. Даже если что-то медленно движется, поскольку у нас здесь рыцарь Пентаклей. Это характерно, наверное, для вас тоже. Все думают, что львы такие горячие энергии. Да, они-то горячие. Вот вам и туз жезлов. Это огонь. Но и в то же время это львы. Фиксированный знак. То есть, когда вы хотите зафиксировать свои достижения, вы хотите окружить себя. Это моя территория. И быть там королём. Там быть главным львом. Поэтому это не то, что быстрые какие-то изменения. Это всё, может быть, накладывается постепенное строительство чего-то. Поэтому рыцарь Пентаклей. И вообще много Пентаклей у вас здесь. Хороший расклад. Не упустите свой шанс, дорогие львы. С вами была Александра и собачки. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!